Здравствуйте, уважаемые студенты! Я ассистент кафедры патологической физиологии Самаркандского государственного медицинского института Нарзуллаева Умита Рахматуллаевна. Тема сегодняшней лекции – патофизиология кожных заболеваний. Строение кожи различают эпидермис, дерму, подкожную клетчатку и придатки кожи. Эпидермис имеет вид узкой полоски, состоит из пяти слоев клеток и связан с дермой базальной мембраной. В каждом слое клетки находятся на определенной стадии развития. Базальный слой содержит меланоциты, клетки Лангерганса и осязательной клетки. Дерма играет роль каркаса, состоит из двух слоев – сосочковой, сетчатой, в ней расположены сосуды и придатки кожи. Гиподерма состоит из переплетающихся пучков в соединительной ткани, в петлях которой располагаются дипоциты. Нервно-рецепторный аппарат кожи представлен тельцами Мейснера, осязательными клетками Меркелия, тельцами Руфини, свободными нервными окончаниями, колбами Краузы. На этом рисунке изображена придатка кожи, физиология кожи. Кожа выполняет следующие физиологические функции защитная, обменная, терморегуляционная, выделительная, резорктивная, иммунологическая и чувствительная функция. Различать следующие заболевания кожи и подкожные клетчатки. Фиодермиты, аллергические кожные заболевания, аутоиммунные заболевания кожи, иммунообусловленные болезни, эндокринные кожные заболевания, элементарно обусловленные кожные заболевания, психогенные кожные заболевания и кожные заболевания, обусловленные окружающей средой. Многие заболевания кожи имеют воспалительный характер. В зависимости от выраженности и длительности реакции условно различают острые, подострые и хронические воспаления, которые возникают под влиянием разнообразных внешних и внутренних раздражителей. Классификация пиодермии различает первичные и вторичные пиодермии. Первичные – это инфекции нормальной кожи без предрасположенных заболеваний. Участвует только один возбудитель инфекции, называя типичную картину инфекции. Вторичные – они обусловлены инфекциями предварительно поврежденной или больной кожи. Участвует несколько возбудителей и поэтому картина болезни является нетипичной. Также различает поверхностные и глубокие пиодермии. Аллергические кожные заболевания – это крапивница, атопия, пшевая аллергия, аллергический контактный дерматит, аллергический плашинный дерматит, аллергия на половые гормоны. Аутоиммунные заболевания кожи – это разные пузырчатки, пимфигоид, системные красная волчанка. Иммунообусловленные болезни, которые причиной являются иммунная реакция – это лекарственный сыпь, эритема мультиформная, токсический некроз эпидермиса и воскулим. Алиментарно обусловленные кожные заболевания встречаются при дефиците цинка, при недостаточности незаменимых ненасыщенных жирных кислот. В дерме патологические процессы приводят к папилломатозу, нарушению микроциркуляцию, отеку, отложению клеточных инфильтратов, воспалительного или неопластического характера, дистрофии, соединительной ткани, патологии придатков кожи. Папилломатоз, пролиферация сосочков дермы сопровождается, как правило, аккантозом, нарушение микроциркуляции кожи, наблюдается расширение сосудов, утолшение и повышение пронесаемости их стенок, клеточные инфильтрации в коже могут быть результатом хронического воспаления или пролиферации клеток. Дистрофия соединительной ткани может быть вызвана мукоидным и фибриноидным изменениям, наблюдается при красной волчанке и склеродермии. Первичные и вторичные морфологические элементы кожных цепей. Это различного характера высыпания, появляющиеся на коже и слизистых оболочках при различных дерматозах. Все они разделяются на две большие группы. Первичные, возникающие первыми на неизмененной коже. Вторичные, появляющиеся в результате эволюции первичных элементов на их поверхности или возникающие после их исчезновения. В диагностике наиболее важными являются первичные морфологические элементы, по характеру которых можно в ряд случаев определить нозологию терматоза. На рисунках изображены первичные и вторичные морфологические элементы цепы. Пятно, макула. Ограниченные изменения окраски кожи или слизистой оболочки располагаются на одном уровне с окружающей кожей и не отличаются от нее по консистенции. Пятна разделяют на сосудистые, пигментные и искусственные. Сосудистые пятна делятся на воспалительные и невоспалительные. Воспалительные – розовый, красный, иногда с синюшным оттенком. Окраску при надавливании бледнею или исчезает, а при прекращении давления восстанавливают свою окраску. В зависимости от размеров делятся на радиолы и ретемы. Невоспалительные пятна обусловлены расширением сосудов или нарушением пронесаемости их стенок, не изменяют окраской при витропрессии, телеангектазии, стойке расширения сосудов в виде красных сосудистых звездочек. При нарушении пронесаемости сосудистых стенок образуются геморрагические невоспалительные пятна, обусловленные отложением гемосидирина, который не исчезает при надавливании и меняет краску от красной до уброватой желтой. В зависимости от размеров и очертаний они делятся на питьхи, пурпуры, виписец и химозы, встречаются при аллергических ангитах кожи, токсикодермии и других заболеваниях. Пигментные пятна образуются при увеличении или уменьшении содержания в коже пигмента меланина, бывают гиперпигментированными и депигментированными, врожденными, приобретенными. К гиперпигментированным пятнам относятся виснушки, мелькие, приобретенные, депигментированные пятна называют ликодерми. Узелок или папула – бесполосной плотный элемент, возвышающийся над уровнем кожи и разрешающийся без образования рубца или рубцовой атрофии. Иногда оставляет после себя пигментацию или депигментацию. Бывает эпидермальными, дермальными, эпидермодермальными. Папула бывает воспалительной при псориазе, коричном сифилисе, красном плоском милишае, экземе. При этом со стороны эпидермиса могут наблюдаться аккантоз, грануриоз, гиперкератоз, паракератоз, а в сосочковом слое дермы откладывается клеточный фильтрат. Невоспалительные папулы в результате разрастания эпидермиса типа аккантоза, бородавки, дермы под типу папилломатоза, папилломы или отложения в коже продуктов обмена к сантону. Патологические изменения, возникающие в результате разнообразных патологических процессов кожи и часто приведящие к усилению пролиферации клеток, мантыгого слоя и нарушениям процесса рагообразования, это аккантоз, гиперкератоз, паракератоз и грануриоз. Пугарот, туберкулум и фильтративный бесполосной элемент неостровоспалительного характера, возвышающийся над уровнем кожи, часто изъязвляющийся и заканчивающийся своей эволюцией рубсеванием или рубцовой трофеей. Своему морфологическому виду, особенно в начальной стадии развития, трудноотличимый от узелка. Воспалительный клеточный инфидрат главным образом счатан в слое дермы и гистологически представляет собой инфекционную грануриозу, который либо изъязвляется с последующим образованием рубца или подвергается рассасыванию, оставляя после себя рубцовой атрофии. Узел, нодус и фильтрат неостровоспалительного характера, расположен в подкожной узловой клетчатке крупных размеров до грецкого ореха и боли. Первоначально узел может не возвышаться на уровне кожи, а затем по мере своего роста он начинает возвышаться над уровнем кожи. Узлы изъязвляются и затем рубцуются. Пузырек визикула – первичный морфологический элемент эксплуативного характера, полосной, содержит жидкость и слегка возвышается над уровнем кожи. Пузырки могут располагаться под роговым слоем в средине эпидермиса и между эпидермисом и дермой. Они могут быть однокамерным и иногда многокамерным. Пузыр булла – эксплуативный полосной элемент крупных размеров, более 0,5 см от лесного ореха до куриного яйца и больше. Как и пузырек, он состоит из покрышки, полости, наполненной птирозным содержанием и основания. При расположении полости под роговым слоем пузыр называется субкорнеальный. В той же шиповидного слоя – интраэпидермальный. Между эпидермисом и дермой – субэпидермальный. Форма пузыря круглая, полушаровидная или овалная, а содержимая – прозрачная, желтоватая, рыжая, мутноватая или геморрагическая. Гнанечок или пустула – эксплуатативный полосной элемент, содержащий гной, под влиянием продуктов жизнедеятельности микробов, происходит некроз эпициллиальных клеток, вследствие чего в эпидермисе образуется полос гнанечка. Гнанечок, лежащий в тульщий эпидермис и склонный к образованию корочки, называет импетикул. Гнанечки, располагающие вокруг волосяных фолликулов, называются фолликулитами. В тех случаях, когда гной проникает в устье волосяной воронки, центр гнанечка пронизывает волос, формируется остеофолликулит. Глубокий нефолликулярный кнойничок, захватывающий эдерму, называется эктимой. При разрешении образуется язва, зашивающая рубцом, эктимой называется трептокок. Трептококовая поверхностная пустула называется эктимой. Валдер, уртика, эксцитативный бесполосной элемент, ограниченный островоспалительный отек сосочкового слоя кожи, сопровождается сильным зудом, эфемерные образования, размеры волдырей, колебаясь от горошин до ладоней, больше. Из-за наступающего одновременно с отеком сосочков расширения сосудов свет волдырей бледно-розовой, укуса комаров, москитов и других насухонных, от действия холода при прикосновении к жгучей крапиве. Вторичные морфологические элементы. Эрозия возникает при вскрытии первичных полостных морфологических элементов и представляет собой нарушение селостности кожного покрова или слизистой оболочки в пределах эпидемиса. Регрессия эрозии происходит путем эпидемизации и заканчивается бесследно. Язва, укус, нарушение селостности кожного покрова в пределах соединительного тканного слоя дерма, а иногда даже и подлежащих тканей. Возникает при вскрытии бугорков, узлов или глубоких пустых. Язвы выделяют дно и края, которые могут быть мягкими и плотными, дно может быть гладким или неровным, покрытием разнообразным, оттеляемыми грануляциями. Края бывают подрытыми, отвесными, лицеобразными. После заживления всегда остаются рудцы. Чешуйка, сквама. Отторгнущиеся роговые пластинки, формирующиеся шелушения. Физиологические шелушения происходят постоянно и обычно незаметно. При патологических процессах шелушение приобретает гораздо более выраженный характер. В зависимости от размера чешуек, различаются от рубевидными, пластинчатыми, крупнопластинчатыми. Корка, хруста. Возникает при ссыхании содержимых пузырков, пузырей, кунайничков. В зависимости от вида и ксуда-то корки могут быть сирозными, кеморрадийскими, гнойными и смешанными. Рубец. Возникает при заживлении азв, бугорков, узлов, глубоких кустов. Новообразование грубоволокнистой соединительной ткан. Рубцы могут быть поверхностными и глубокими, атрофичными или гипетрофическими. В их пределах отсутствуют придатки кожи, эпидермскладки, глисяши, иногда имеют вид папиросной бумаги, цвет свежих рубцов красный, а затем пигментированный, а в исходе белый. Вегетация характеризуется разрастанием сосочкового слоя дермы, имеет ворсенчатый вид, напоминающий цветную капусту или петушинные гребешки. Трещина, фиссура, линейные нарушения селостности кожного покрова в результате снижения эластичности кожи. Поверхности располагаются в пределах эпидермиса, эпидернизируются и регистрируют бесследно, встречаясь при экземе на эрадернике. Экскуриация или ссадина. Проявляется нарушением селостности кожного покрова в результате механического повреждения его при травмах и расчесах. Ссадина иногда может появиться первично. В зависимости от глубины повреждения кожного покрова, экскуриации могут регистрируют бесследно или с образованием гипо- или гиперпигментации. Гипо- и гиперпигментации может быть вторичным морфологическим элементом в случае ее появления на месте рассасывающихся первичных элементов, например, на месте бывших папул при псориазе. Чаще остаются участки депигментации, точно соответствующие бывшим первичным элементам, получившие название псевдолейкодермы. А при регрессе папул, красно-плоского лишая обычно, остается гиперпигментация, сохраняющаяся в течение нескольких недель и даже месяцев. Спасибо за внимание!